И слава Богу, и Дэнче оказала истинно за Ванга. Большое спасибо вам, Андрей Андреевич. И Ванга точно так же. Ванга в старости болела заболеванием Альцгеймера. Чем отличается заболевание Альцгеймера и как изменяется поведение? Ну вы-то знаете, как изменяется поведение человека. Оно изменяется в сторону того, что сознание деградирует и Личность деградирует. Человек забывает, не может вспомнить, говорит, что уже там придется, ее максимально эксплуатировали, она уже говорила то, что ей напишут, ну и так далее. Если молодая Ванга там еще что-то могла предсказать, и там за счет этого стала популярной, то в дальнейшем это начали использовать как один из элементов популяризации пропаганды, понимаете? Это пропаганда, если любое слово, и вот запомните, что я вам скажу, если любая информация, любое слово создает у вас возмущение и ненависть, поставьте тире и напишите, это все неправда. Почему? Правда не создает безумие, правда создает успокоение души, правда это спокойствие, неправда возбуждение. Поэтому как определить правду от лжи? Если вы слушаете правду, вы будете спокойны, если вы слушаете ложь, она будет вас возмущать и всех вокруг вы будете ненавидеть. В этом как раз отличается. Поэтому, когда вы слушаете такое-то, создает у вас потом возбуждение, а ты что не знал, не слышал, так вам это сказали. А вы эксперт в этом, вы тему изучали, вы вообще что-нибудь об этом знаете. Такое большое количество людей, которые любят слушать сплетни и потом говорят, а вот нам сказали, кто сказал, а вот эти, а они откуда, а они вот, а вы точно знаете, а давайте проверим. А вот такой текст, а вот так вот, находишь этот текст, и обычно бывает, вот текст, а его нет. А вот так сказать, не было этого. И вот куда, вот начинаешь с человеком разговаривать, и это все приходит к тупику. И вот они там, вот это, вот это, нет, этого не было. Знаете там, ну что-нибудь, знаете, вы скакали на площади, как вот про украинцев говорят, украинцы скакали на площади. Но, когда Советский Союз развалился, то русские скакали на Красной площади, что забыли? Что забыли? То есть, кто поломал Советский Союз? Русские, стоящие на площади. А кто был неофициально выбран русским президентом, без всякого голосования в нарушение Конституции, Ельцин? Забыли? Что же вы скакали на площади, Ельцина выбрали, но вас и ни Польша, ни Литва, ни Америка не захватило. А что ж скакали? Под танки бросались. Это было легитимно? Нет. Вы понимаете, да? То есть, видите, как сразу все по-другому. Точно так же. Здесь немцы, так и в России немцы. Есть с факелами, шествия. Этого все можно тоже найти. И, например, у Евгения этого, я не помню его фамилия, у него был партнер. Он весь был в татуировках в немецких крестах. Высказывания, которые делаются. Послушайте, фашизм в России можно увидеть в церквах. Там есть церковь, о ней, Шойгу говорил, где лежит шляпа Гитлера. Зачем шляпа Гитлера в церкви? Кто мне может сказать? Зачем? Зачем шляпа Гитлера в церкви? Она там, а ей там место? Зачем она там? В церкви, предназначенной военным силам России. Зачем она там? Ну, видите, неудобно это слушать, получается. О том, что в Украине все там вот такие удобно. И там, а у вас вот это, у вас вот это. Начинаем закон найти, изучать. Начинаем искать. Начинаем все видеть. И все открывается в другом виде. А что это обозначает? Не надо верить в сплетни. Хотите услышали чего-то, у вас это вызывает эмоцию. Откройте интернет. Попробуйте найти закон. Попробуйте изучить. Попробуйте посмотреть. Попробуйте на себя в зеркало посмотреть. Вот таким образом это все устроено. Продолжение следует.